У меня сегодня тема, знаете, какую я хотела затронуть? Про рак. Но она, в принципе, касается всех. Даже нисколько конкретно, что если вы не болеете раком, а у вас родственники не болеют, то вас это не касается. Касается всех нас. У меня почему-то в последнее время все консультации только на одну тему. Рак. У меня мама болеет, родственница болеет, бабушка болеет, сестра болеет. В общем, кто-то болеет раком. Я так думаю, ну уже сколько можно с ними разбираться. Уже очень много видео про рак выложено. Но все эти раковые клетки покоя не дают. Думаю, ну что такое. Значит, не до конца разобралась. Я, короче, два дня ходила в вопросе. И думаю, что я еще там не поняла. Сегодня включаю утром корейский сериал. Мои любимые корейские сериалы. Я охреневаю от того, что люди там в корейском сериале начинают обсуждать рак и делают вакцину против старения. И почему рак — это вообще крутая штука, на основе которого человеку можно продлить жизнь. Короче, ну это фантастический фильм. Там настолько круто все завертелось, и у меня сразу стали пазлики на место. Я такая думаю, ничего себе. Мне ответ пришел прям в сериале, прям в фильме. Что я хотела сказать по этой теме. В общем, там такая штука, что есть ферменты типа теломиразы, ну так называется, штуковины, которые могут удлинять длину хромосомы теломиры, то есть длина хромосомы. И чем длиннее длина хромосомы, тем вероятнее, что клетка будет делиться. А чем короче, тем вероятнее того, что клетка не будет делиться, ибо нечем, потому что хромосома очень короткая, тело мира очень короткое, и получается, что клетка делиться не может. А когда клетка делиться не может, то есть она не восстанавливается отсюда, болезни такие, как иммунодефицит, сердечно-сосудистые заболевания, быстрое старение, смерть. Вот. Рак может вырабатывать офигенный фермент теломиразу, который удлиняет тело хромосомы, тело миру, длину, и поэтому рак очень легко, классно, быстро размножается. Это такое введение. То есть получается, что в обычной клетке, не раковой, фермент теломиразы, который бы удлинял хромосому, которая могла бы делиться, он в неактивной стадии, либо его нет, либо он нерабочий, хрен его знает, короче, надо биологию изучать. Ну это вообще там, я сегодня открыла почитать, что такое теломира, теломиразы, вот про этот фермент, там вообще настолько научно, каждое слово непонятно мне зашифрованным этим медицинским языком, что думаю, ну его нахрен. Но я поняла весь смысл. Причём в фильме мне это всё объяснили, прям как для детей, вот как для ребёнка это классно объяснили, что раковая клетка, она же, блин, очень легко может размножаться путём того, что у неё есть этот фермент удлинять хромосому, которая может делиться. И отсюда у меня два вывода. Мы же как с вами? Мы понимаем сейчас, что мир, он вторичен, первично наше сознание, и вся моя деятельность направлена моей жизни собственной на изучение того, каким мышлением, каким сознанием, какими шаблонами мышления, программами я вот этот мир вовне проявляю. То есть я изучаю сознание, мне интересно, какая причина, следственная связь от того, что я вижу. То есть у той картинки мира, которую я наблюдаю вовне, мне интересно, чем я её создала, то есть каким своим мышлением. То есть получается, люди, которые болеют раком, они что хотят? Они хотят жить. То есть все желания, они обычно от недостатка. То есть если я очень судорожно хочу жить или иметь машину, это значит, я признаю того, того, что это у меня нет. То есть того, чего нет, я хочу, потому что, если бы у меня это было, я бы не хотела. И вот люди, которые хотят жить, не понимая, что они уже здесь сейчас живут и находятся где-то там, где-то там, не здесь сейчас, они хотят жить. И естественно, они проецируют вовне рак, который им показывает, то, что вот, пожалуйста, хочешь жить? Живи. Ну, то есть получается внешним вот эту пустоту внутри, того, что внутри не хватает вот этих чувств жизни здесь сейчас, то, что я живу, кайфую, радуюсь, то, что я познаю мир, и я двигаюсь, то есть я здесь. И вот этого внутри чувства мне не хватает. Вовне это проявляется, как, ну да, ты хотел жизни, вот, пожалуйста, вот тебе рак. Рак очень классно умеет, блин, жить. То есть мы от недостатка того, что мы ни хрена не понимаем, от того, что мы и так сейчас живём, здесь сейчас у нас внутри этого чувства жизни нет, мы не чувствуем жизнь. То есть мы не живём, когда мы находимся где-то в прошлом постоянно воспоминаниях, мы находимся в будущем воспоминаниях. То есть всё время мы хотим жить, не понимая, что здесь сейчас уже эта жизнь происходит. Отсюда и рак. Плюс вот это термины забываю, теломираза, которая удлиняет тело хромосомы, теломиру, для того, чтобы клетка делилась. Вовне рак постоянно делится, мы хотим делиться, и мы вовне чем-то постоянно делимся, там, деньгами помогаем, тем делимся, тем делимся. чувствовав внутри, нам не хватает того, что мы не можем делиться. Как это объяснить? Блин, мне инсайт пришёл такой, я не знаю даже, как объяснить. Короче, мы с вами не делимся, мы не можем делиться, не хотим это делать. Я хз. вы зажимаете вот эти вот импульсы, и приходится создавать вовне этот рак, чтобы делиться вовне. Ну, то есть, внешний мир, я называю, вовне, это внешний мир. Тело, это тоже внешнее, внутреннее, это чувство, мы не делимся чувствами, мы не делимся своей любовью, мы не делимся жизнью, потому что в нас пустота, нам делиться нечем. Но мы хотим делиться, то есть, мы хотим жить, а для того, чтобы жить, нам нужно размножаться, нам нужно умножаться, нам нужно расширяться, но мы внутри этого не делаем, поэтому, а желание же есть делиться, поэтому мы стараемся всячески делиться вовне. То есть, тело начинает делиться, а как оно может из недостатка поделиться? Только вот как с помощью рака. Плюс мы ещё делимся тем, что у нас нету в кредит себе. Каждый чем-то делится внешним. Но при этом испытывает недостаток внутренних чувств к себе внутри. Хз, я не знаю, поймёте вы или не поймёте, но вот я два инсайта словила, почему я ещё могу ребятам, с которыми я работаю, по раку, ну, блин, дать очень классные рекомендации, заглянуть в себя, чем они не делятся, а хотели бы. и плюс того, что они не испытывают жизнь здесь сейчас. А желание-то жить есть, желание делиться есть, но они не понимают, что жизнь, она уже сейчас идёт. Её, блин, надо любить, кайфовать, радость за каждый миг. Вот этот вот, мы так думаем, что мы сначала заработаем, пойдём кайфовать. Поедем, вот муж мой всё говорит, всё, Нель, мне тут надоело жить, мы переезжаем в Испанию. Короче, у меня там бизнес, я там хочу в Испанию, вот тогда я заживу, и тогда буду счастливым. Я говорю, счастье здесь сейчас. Вчера вот был разговор, а он мне транслирует, мне ни хрена. Москва, мне надоело, тут всё классно, всё здорово, но я хочу в Испанию, и вот там будет круче, там я буду счастливее и так далее. Блин, и тут люди с раком ещё приходят, такая, думаю, да. Вот здесь сейчас нам нужно постоянно возвращаться, потому что сейчас, блин, жизнь происходит, а мы её не замечаем. Мы хотим этой жизни, мы хотим делиться, мы хотим делиться, чтобы размножаться, имеется в виду. Мы хотим вот это вот всё, чтобы, блин, крутилось, вертелось, происходилось. Оно происходит, а мы это не видим, мы это не ценим. Нам постоянно хочется, блин, куда-то, мыслями уйти в будущее либо в прошлое, сделать кучу условий, из-за которых мы можем ценить эту жизнь. Вот сначала заработаю, а потом, типа, будет всё круто. Вот я выучу, будет круто. А вот сейчас английский выучу, и тогда вот сто процентов. А вот замуж выду, а детей рожу, и вот потом заживу, типа. Вот. И люди, которые не ценят жизнь здесь, имеют такую, блин, возможность быстрого старения, рака, иммунодефицита, сердечно-судистых заболеваний. Ну и, да блин, чего перечислять, этого уже, по-моему, блин, Вот, чтобы этого не иметь, надо начать эту жизнь сейчас ценить и делиться всем. То есть мы обычно как делимся? Мы делимся внешним, то есть задариваем подарками, задариваем там кого-то деньгами, пытаемся дать, ну то, что вообще абсолютно не нужно человеку. Ну, блин, мне же надо, чтобы похлопали в ладоши, посмотрите, какой классный. А нам нужно делиться внутренним. А внутренних чувств мы вообще не замечаем, не видим, любви в нас вообще нет. Вернее, она есть, но мы её не видим, не замечаем и не понимаем вообще, что это такое и как ей делиться. И внутренним делиться, когда вы переполнены, специально никак не нужно, не нужно для этого ничего делать, когда вы наполнены этой жизнью, вот вы сами жизнью наполнены, вы наполнены этой любовью, вы сами наполнены этой радостью, она просто через край льётся, не почему её получают все. Вы расширяетесь, вы наполнены ростом, познанием, вам всё интересно, вы становитесь детьми, но мудрыми детьми. Не такими, слюда потекла, а именно такими. Блин, мне так интересно, а вот это как по-новому, а вот это. Когда мы ещё находим вот эти причинно-следственные связи, откуда вот эта картинка сейчас произошла, какими мыслями, какими шаблонами, какими программами, либо какими чувствами мы возродили вот эту внешнюю картинку, проектор-то в башке, блин, от этого и настоящая радость появляется. Когда вы инсайд получаете, это движуха в теле прям вот такая, блин, она чувствуется, это такая вибрация интересная. Когда вы в теле такие «Ни хрена себе!» И вы эти инсайды можете каждую секунду ловить вот этот оргазм в теле, который телепает вас от кайфа, когда вы осознаёте причину, чем вы сейчас вот это творите. Моете окна и такие «Блин, как классно стало за окном, всё видно!» Значит, чем я это могла создать? У меня сейчас внутри какое-то прозрение. Я чищу унитаз, у меня сейчас чистка внутренняя какая-то. Я убираюсь, раскладываю всё по полочкам. Внешний мир — это же проекция, это следствие. Чем я это следствие сейчас вызвал? Да, у меня там в башке просто по полочкам всё раскладывается. Когда вы понимаете каждое ваше действие, тотально проживаете и не одновременно 150 дел делаете, а одно дело делаете, кайфуете и видите его причину, почему вы сейчас именно это делаете, а не чего-то другое, тогда у вас вот эти вот инсайты, радость и кайф появляются. То есть вам реально классно. Радость настоящая, то есть когда тело физиологически чувствует этот кайф, от инсайтов. А когда вы идёте там на качельках покатались, ну искусственную какую-то радость, купили себе платье, ну это секунда и это не та радость, о которой мы всё время говорим, которая вот эту движуху запускает. Про рак точно. Многие больные начинают делать то, что давно хотели, но откладывали. Да, ну время там у них уже ограничено, что они там успеют сделать? Ну какой-то опыт всё равно в этой жизни и получат. Раз я создаю свой мир, получается, я всё могу сотворить. Получается, вы не то что можете, ну конечно, безусловно, мужская сила можете, вы уже его сотворили. Подскажите, как быть бессонницей? Я без понятия, я не сплю по ночам, у меня бессонница. Всё, точка. Я это не разбирала, мне пофиг, я, короче, не сплю вообще. У меня бывает 2-3 часа в сутки и днём или утром, там часов в 7-8 утра, когда я ложусь спать. У меня, короче, это с детства, я даже вообще надоело мне с этим бороться. Я не борюсь и не сплю, и всё, и нормально. Синяки только надо под глазами убрать. Рак — это ваше желание жить. От того, что вы сейчас не осознаёте, что вы и так живёте, у вас внутри недостаток этого чувства жизни, вот этого роста, вот этого движения. Вы настолько сильно хотите жить, что вам приходится создавать этот рак, который имеет возможность делить клетки бесконечно, потому что хромосома всё время удлиняется за счёт вот этого мета-теломеразы. Очень быстро происходит процесс размножения у рака. Он бессмертный, блин, кайф же. Ну как бессмертный, с телом-то он тоже умрёт. Поэтому если бы защитные механизмы организма бы не убивали этот рак тоже, тогда, может быть, тело бы мутировало и тоже жило. Ну фиг знает, нам надо по-старому, по-новому. Нам не нравится. Так, ладно, хотела вот рассказать чисто про рак, почему мне его с утра до вечера транслируют люди, которые именно почему-то с раком приходят. Я хочу уже, чтобы соотношениями пришли ко мне на консультацию или с чем-то другим. Продолжение следует...